Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. 14 сентября и давайте начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера в первую попытку дня была попытка начать восходящую тенденцию. Мы видели в первые несколько часов торговой сессии попытки закрепления выше максимальные значения 12 сентября, но к концу дня, уже после того, как Америка пришла на рынок, цена пошла вниз и был обновлен локальный минимум, что фактически на тот момент отменило сценарий восходящий по данному инструменту. Поэтому сейчас продажи все также остаются в приоритете в рамках краткосрочного таймфрейма. Ближайший разворотный уровень для начала покупок, пока мы можем отметить только на максимальных значениях, которые были вчера, это отметка 1.19.94. Поэтому на текущий момент тенденция на ослабление евро по отношению к американскому доллару также сохраняется. Британский фунт, американский доллар вчера показал максимальные значения в области 1.3329, но к концу торговой сессии мы также ушли вниз и закрылись фактически ниже открытия. Уже доходили до минимальных значений в области 3.183, то есть порядка 150 пунктов от максимальных значений пара британский фунт, американский доллар вчера прошла. Если говорить о начале коррекции, то здесь нам необходимо дождаться подтверждения. Подтверждением в данном случае может быть уход ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии, отметки 3.181. Если пара сможет закрепиться ниже данного уровня, то уже возможно начало формирования коррекционного движения по данной паре. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция на покупки, ну и приоритет на покупки остается в силе. Пара австралийский доллар, американский доллар вчера торговалась вблизи максимальных значений 12 сентября, это отметка 80.48, но преодолеть ее так и не смогла. И также во второй половине торговой сессии мы видели продолжение уже коррекционного нисходящего движения. Был обновлен минимум области 12 сентября и на текущий момент тенденция на ослабление также сохраняется. Если говорить о возобновлении покупок, то только после ухода выше максимальных значений 12 и 13 сентября, это область 80.48. Пара американский доллар и японская иена продолжают корректироваться, продолжается восходящее движение по данному активу. Сейчас мы видим, что пара подошла к уровню сопротивления, который находится на максимуме 31 августа, это область 110.69. Вполне вероятно, как и в начале сентября, коррекция с этих уровней уже может начаться, то есть то же самое, что мы видели на прошлой неделе. Но для подтверждения нам необходимо увидеть обновление минимальных значений, которые были вчера, это область 10.9.88. Покупки здесь имеет смысл рассматривать уже после ухода выше максимальных значений, которые мы видели 31 августа. На текущий момент тенденция на покупки в рамках часового таймфрейма остается в приоритете, ну а уход ниже минимальных значений, которые были вчера, уже вернет нас к продажам с целью движения в область 10.7.30. Пара американский доллар, канадский доллар на текущий момент находится также в восходящем коррекционном движении. Я напомню, что 12 сентября уже к концу дня пара смогла закрепиться выше максимальных значений 11.8. Что в свою очередь подтверждает коррекционные восходящие движения по данному инструменту. Возврат к продажам, а значит и к основной тенденции, будет вновь актуален уже после преодоления минимальных значений, которые были вчера. Это область 1.21.30. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция на укрепление в рамках часа остается в приоритете. Еврофунт сегодня и вчера торговался вблизи минимальных значений 12 сентября. Преодолеть их так пока и не смог. Но в любом случае здесь тенденция остается все так же на снижение евро по отношению к британскому фунту. Если говорить о возобновлении покупок, то только после ухода выше максимальных значений, которые были вчера, это отметка 90.37. Если пара сможет обновить минимальные значения, которые были вчера и позавчера, то тенденция уже получит подтверждение на продолжение нисходящего движения по данному активу. По золоту мы видим, вчера также видели во второй половине торгового дня попытку закрепиться выше максимальных значений 12 сентября. Но к концу дня, к концу торговой сессии были обновлены минимумы и фактически мы вновь вернулись к продажам по данному активу. Поэтому золото на текущем момент находится в нисходящем тренде в рамках часового таймфрейма. Он сохраняется и будет сохраняться до тех пор, пока мы торгуемся ниже. Максимальные значения, которые были вчера, это отметка 1334 доллара за тройскую унцию. Возврат за этот уровень, закрепление за ним уже вернет нас к основной тенденции на укрепление золота с целью движения в область уже 1360 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent после завершения коррекционного нисходящего движения и преодоления максимальных значений, которые мы видели 8 сентября, продолжает свой рост. Поэтому на текущем момент тенденция на укрепление приобретает все больший вес по данному активу. А ближайший разворотный уровень для возможных продаж находится на минимальных значениях, которые мы видели вчера. Это отметка 54.12. По индексу DAX. Индекс DAX вчера также торговался вблизи максимальных значений, которые мы видели 12 сентября. Пока уйти выше он не смог, но и также не ушел ниже минимальных значений, которые были 12 сентября. Поэтому сейчас мы видим небольшой боковик по данному активу. На текущий момент тенденция на укрепление сохраняется и возможные продажи уже могут появиться после преодоления минимальных значений, которые были вчера. Это область 12474. Пока торгуемся выше, тенденции на покупки остаются в приоритете. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы и пожелания оставляйте под комментарием к этому видео. Если вам оно понравилось, то обязательно ставьте лайк. И увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания.